всем здорово чуваки вы находитесь на канале мишарин меня зовут сергей и сегодня мы опять вместе с вами в одной из полезных монтажных программ а именно находимся в after effects потому что именно здесь мы будем делать божественный трекинг ну я его так называю потому что не хочу хвастаться но я к этому пришел сам подумал а почему бы вот так вот собственно не сделать и действительно у меня получилось притречить картинку прямоугольному объекту своим каким-то способом но хотя я думаю что этот способ уже есть тут я не гуглил не смотрел на ютубе ничего не находил то есть я не искал именно а такое а почему бы не сделать так и все получилось и именно этим способом я хочу с вами сегодня поделиться как же все-таки притречить картинку прямоугольному любому прямоугольному объекту это будет на самом деле очень просто и И действительно это будет работать отлично. Ну, в зависимости, конечно же, от материала, который у вас уже снят. И об этом я еще, конечно же, расскажу. Ну и если вы готовы, то давайте начнем. Поехали! У меня в программе Adobe After Effects. Если кому-то интересно, то это After Effects 2019 года. Я сейчас сюда закинул вот такое вот видео и давайте создадим композицию. И на таймлайне у нас есть вот такое вот видео теперь, где вы видите, как я вокруг облетаю монитор. И именно к этому материалу мы привяжем любую картинку, которую захотим сегодня. Единственное, что в конце вот есть вот такое вот резкое подергивание, мы его немножечко обрежем. Нажимаем английскую N, правой кнопкой Trim to Work Area. Теперь только этот кусочек находится у нас на таймлайне. Да, как вы видите, у нас есть где-то раз фокус, где-то фокус. Ну, ничего страшного, претерпимся, я думаю, что мы отлично. И давайте сейчас начнем как раз трекинг. Я знаю, что есть несколько способов трекинга в After Effects. Например, такая программа, как Mocha, которая находится при After Effects. Какой-нибудь 3D-трекер, либо же еще один способ, которым мы сейчас будем пользоваться. И это, конечно же, Track Motion. Я думаю, что многие из вас Track Motion уже пользовались и знают, как с ним работать. Но для тех, кто не знает, я на примере одного трекера расскажу, как это все работает. Смотрите, правой кнопкой нажимаем на видео, Track Stabilize, выбираем Track Motion. Поверяется у нас вот такое вот окно. Оно может у вас открыться отдельным окном поверх этого. Ну, давайте я вот так вот перетащу его, да? Вот так, чтобы мы могли переключаться. А теперь трекер я ставлю куда-нибудь в угол. В данном случае мне это нужно. Мне нужно именно в угол ставить. Далее вы поймете, почему. Вот я прям уголочек идеальный вот такой вот выбираю, где-то вот тут. Ну и область обработки нашего трекера я вот так вот расширю, для того, чтобы эта зона тщательно обработалась трекингом и никак не сбивалась. Теперь переходим во вкладочку Tracker справа вот здесь у меня. Если у вас ее нет, заходим во вкладочку Window и выбираем здесь Tracker. Появляется вот такое вот окно и нажимаем здесь Analyze, просто нажимаем Play. Тем самым у нас начинает просчитываться трекер. Видим, как отлично он следит за нашим углом и ничего не сбивается. Когда все просчиталось, мы видим вот такие вот точки. После этого мы создаем нулевой объект, правая кнопка New Object, нулевой объект. Выбираем Edit Target, выбираем здесь 0, 1, OK и нажимаем кнопочку Apply, OK. Все, тем самым мы этот трекер, который сейчас привязали только что первый, мы перенесли на нулевой объект 1. Почему я выделил именно цифру 1? Потому что у нас еще будет 3 таких трекера. Это, как вы уже поняли, 3 остальных угла. То есть первым углом я привязался, осталось еще привязать 3 таких трекера. Для этого заранее мы создадим сейчас еще 3 нулевых объекта. Раз, два, три. И сейчас мы можем Motion Tracker с нашего видео просто удалить. Переходим в начало видео и создаем новый трекер. Опять Track Motion, но уже мы привязываемся ко второму углу. И также не забываем сделать область поиска нашего трекера, сделать выше для того, чтобы тщательнее отработал наш трекер, чтобы он никуда не сбивался и не слетел. Еще раз нажимаем теперь Apply. Отлично. Опять Edit Target. Выбираем уже второй нулевой объект, то есть второй угол. OK и Apply OK. Все, тем самым мы привязали эти трекеры ко второму нулевому объекту и с видео их можно удалить. И также сделаем сейчас с третьим и с четвертым углом. Я не буду сейчас это показывать, потому что процесс один и тот же. Ну что, с трекингом я закончил. И теперь для каждого угла нашего монитора есть свой трекер, к которому мы как раз и будем привязывать нашу картинку. Также хочу сказать о том, что идеальная привязка трекинга зависит от того, насколько качественный у вас материал и насколько выше количество FPS данного материала, то есть с каким количеством кадров в секунду оно снято. Если ваше видео снято 60 кадров в секунду с правильной выдержкой, то очень высока вероятность того, что трекинг будет отрабатывать на этом видео просто идеально. Но в моем случае здесь не слишком резкие какие-то движения, очень плавные движения и 24 кадра в секунду это видео снято. И как видите, уже трекер отработал очень даже отлично. И смотрите сейчас на видео, вот видите эти красные квадраты, они как раз показывают мои нулевые объекты, то есть мои точки, которые привязаны к нашему монитору. И как вы видите, вот я провожу ползунком по таймлайну и видим, что эти красные квадраты, они прям идеально привязаны к нашему монитору. Но теперь вопрос встает о том, как же привязать сюда какую-либо картинку или видео. И в этом-то и заключается мой метод. Хотя не знаю, мой он или нет. Наверное, его уже 300 раз придумали, а я об этом и не знаю. Ну и для привязки картинки к нашим трекерам нужно добавить для начала сюда картинку. Итак, я вместо картинки сейчас, допустим, возьму вот такое вот видео. Теперь для этого видео мы должны накинуть всего лишь один эффект, который называется Corner Pin. Он находится во вкладочке Distort, Corner Pin, вот в центре. И сейчас смотрите, в чем фишка, так скажем. После того, как накинули плагин Corner Pin на наше видео или картинку, открываем эффект здесь на нашем таймлайне. Открываем позиции наших нулевых объектов. Мы их все выделили и нажали английскую P. Позиции нулевых объектов у нас открылись. И теперь смотрите, что мы делаем. Смотрим на вот этот экран, видим эти точки. Теперь нам нужно всего лишь сделать так, чтобы мы вот эти углы привязали к каждому нулевому объекту. Как мы помним, 0,1 это верхний левый угол. 0,2 верхний правый. И по часовой и так далее. Нижний правый, 0,4 нижний левый. И здесь так и написано в Corner Pin, то есть Upper Left, то есть верхний левый угол. Мы помним верхний левый 0,1, поэтому берем вот эту вот завитушечку и перетаскиваем на Position вот сюда. Видите, слово Position выделяется. Position нулевого объекта 1. Отпускаем, тем самым у нас, как видите, угол нашего видео привязался к монитору. Теперь Upper Right, то есть верхний правый угол, это у нас 0,2. Привязываем к позиции нулевого объекта 2. Видим на видео, что у нас верхний правый угол привязался к монитору правого верхнего угла. И теперь нижний левый, а нижний левый у нас как раз таки 0,4. Привязываем к позиции 0,4 и нижний правый 0,3. Вот так. Все, тем самым мы теперь привязали нашу картинку к монитору. И больше ничего нам не нужно делать. То есть сейчас уже автоматически каждый угол нашего видео привязался к углу монитора. Если вам что-то непонятно, обязательно пишите внизу в комментариях, я постараюсь вам объяснить. Теперь, когда мы будем воспроизводить наш ролик, мы видим, что он отлично привязался к нашему монитору. Все. Вы, конечно, можете заметить, что вот здесь у нас появились вот... Точнее, не появились, а вот есть заметные такие зеленые полосы. Вот они. Вот они здесь. Мы можем это поправить. Смотрите, переходим на то видео, куда мы добавили Corner Pin. Сейчас берем и добавляем сюда еще один Corner Pin, но уже первым, то есть поверх нашего первого Corner Pin. И сейчас мы берем и каждый угол вот здесь. Вот видите, точки углов появились у нас. Мы берем и вот так поправляем чуть-чуть. Оп. Оп. Чуть-чуть вот так. Хоп. До тех пор, пока не исчезнут вот эти зеленые полоски. И все. Теперь никаких полос нет. Ну, в общем-то, вот так вот выглядит картинка. Но вы, конечно же, скажете, что это выглядит не совсем естественно. И вы будете правы. Потому что, как мы видим, что картинку нужно обязательно как-то замаскировать, отцветокорить так, чтобы это смотрелось едино с тем видео, на которое мы привязывали нашу картинку. То есть сейчас, получается, мы должны создать небольшую цветокоррекцию. Ну и по итогу мы добились вот такого вот интересного эффекта. И кажется, как будто бы действительно это видео сейчас показывается на мониторе. Ну что, если тебе понравился мой метод, или, может быть, не мой метод, привязки к картинке к прямоугольным объектам, обязательно поставь лайк этому видео. Подпишись внизу обязательно на канал. Не забывай писать в комментарии какие-нибудь интересные. Если тебя что-то интересует, если тебя что-то тревожит в монтаже или в съемке видео, обязательно пиши мне. Я тебе постараюсь все тщательно и грамотно объяснить. Ну и на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok